Продолжаем выпуск. Грядущий 2023 год по восточному календарю будет под покровительством кролика и кота. Кому-то даже не придется приобретать символ нового года, в каждой третьей семье российской живут кошки. Но эти животные в последние годы не только живут с человеком, но и даже работают, причем вполне успешно. Так в Твери в историческом парке «Россия. Моя история» рыжий кот работает смотрителем. Несколько трудовых историй усатых-полосатых расскажет наш корреспондент. Собаки и кошки со временем стали не только членами семей, но и трудовых коллективов. Так собаки доблестно несут службу в силовых структурах, ищут людей, проверяют подозрительные предметы. А вот коты и кошки чаще всего офисные, библиотечные или же музейные работники. Как рыжий кот Рюрик из парка «Россия. Моя история». Так как ему только 7 месяцев, он пока еще стажируется, но уже проявляет активность. Яна Планерко в парке «Россия. Моя история» не обходится без этого рыжего стажера. Любимым занятием таких мероприятий у него является игра с ручкой. Впрочем, Рюрик в музее не только смотритель, но и, можно сказать, штатный пушистый психотерапевт. В любой сложной ситуации, говорят сотрудники парка, нужно погладить кота и сразу все разрешится. Первым делом мы идем все обнимать кота. Это очень нас объединяет, сплочает. Он поднимает там настроение. Он обычно, знаете, он даже как будто чувствует, когда у нас слишком много мероприятий. У нас часто такое бывает. Он запрыгнет сюда ко мне, еще кому-то ляжет вот так на клавиатуру, ручки, лапки вот так положит сюда. И как будто бы так вот не хочет, чтобы мы переживали. Еще в обязанности Рюрика входит сытно кушать и играть. Больше всего он любит гоняться за красной точкой от лазерной указки по просторным коридорам парка. В этом деле он демонстрирует всю свою кошачью ловкость. Кстати, этот прыткий рыжий котенок появился в парке летом этого года. Его принес один из сотрудников. Имя новичку выбирали всем коллективом. Как известно из нашей истории, первым правителем вообще в истории государства, по сути основателем нашего государства является князь Рюрик. И, собственно, этот кот также является первым котом в РМИ, в этом музее. Поэтому мы взяли непосредственно из истории аналогию и назвали его именно в честь Рюрика, первого правителя. Рюрик – гурман. Любимое лакомство у кота – хурма и молоко. После обеда – тихий час. Его он проводит в лежаке у батареи. Но, когда приходят гости, не до сна. Как-то волдежно тут. Да ладно, ладно. Для животного оборудован целый угол с лежаком, игрушками и когтеточкой. Рыжий затрудник контактен с людьми. Точно так же, как и Рюрик, только в сельскохозяйственной академии трудится черный кот Лаки. Сюда он, правда, приходит на работу со своей хозяйкой. Еще один пушистик пристроился вахтером в один из корпусов Тверского госуниверситета. И таких случаев присутствия в офисах животных немало. Кстати, это неплохая альтернатива дома для бездомных животных. К запуску животных в офисы, так называемые pets-friendly офисы, по-русски это офисы дружелюбные к животным. Ну, к этому вопросу надо подходить, конечно, разумно. Потому что мы понимаем, что есть производство и есть организации, где по определенным санитарным условиям или еще каким-то ограничено и невозможно нахождение животных. Но при этом, я думаю, что, наверное, в большинстве контор, организаций, служб различных, в принципе, животные уместны. И я думаю, что они улучшили бы климат в коллективе. Важно еще учитывать, что за животом нужен уход, даже на рабочем месте. Поэтому кот в офисе – это не только мило, но и большая ответственность для коллектива за того, кого трудоустроили.